Ислам во Франции вторая по количеству последователей религия. На фоне церакта в стране разгорелась полемика о мерах борьбы с радикализацией в мечетях, а также по вопросу финансирования исламских религиозных организаций. Премьер-министр Манюэль Вальц заявил, что ислам во Франции должен быть реформирован для пресечения радикализма. Министр внутренних дел республики Бернар Казнёв пообещал принять меры по контролю за финансированием мечетей. По итогам встречи с главой французского совета мусульманского культа Анваром Габибешем он заявил, что во Франции нет места тем, кто в молельных комнатах и мечетях призывает и провоцирует ненависть. А также не соблюдает определенный ряд республиканских принципов, в частности, равенства между мужчинами и женщинами. Власти Франции, начиная с декабря прошлого года, распорядились закрыть в стране в общей сложности около 20 мечетей и молельных комнат в рамках борьбы с экстремизмом. Франция – светская страна. Запрет на использование государственных средств на возведение объектов религиозного поклонения существует с 1905 года. Французский Сенат в июле опубликовал расследование, в котором говорится, что верующие финансируют строительство мечети из-за рубежа. Больше всего имамов во Францию направляют Турция, Алжир и Марокко. В общей сложности в стране насчитывается около 2500 мечетей и молельных комнат. 301 имам во Франции получает финансирование из-за рубежа. По данным доклада, из Марокко в текущем году было направлено 6 миллионов евро, в частности, на зарплату 30 имамов. Саудовская Аравия с 2011 года выделила почти 4 миллиона евро на строительство восьми мечетей, поддержку 14 имамов. Власти Алжира потратили 2 миллиона евро на строительство соборной мечети в Париже. За период с 2010 по 2014 год во Франции удвоилось число салафитских мечетей. Сегодня порядка 120 мечетей и молельных комнат рассматриваются властями как очаги распространения радикальных идей салафизма. Совет мусульман Франции заявляет о создании нового фонда для организации прозрачного финансирования строительства мечети, основными спонсорами которого станут производители халяльной продукции во Франции. Но фронт борьбы с радикализацией должен быть открыт не только в мечетях, но и в тюрьмах, и в социальных сетях.